Следующая, четвертая задача. У Маши, Саши и Даши вместе 11 воздушных шариков. У Маши на два шарика меньше, чем у Даши, а у Саши на один шарик больше, чем у Даши. Сколько шариков у Даши? Повторяю. Вместе у троих 11 шариков. У Маши на два шарика меньше, чем у Даши. У Саши на один больше. Сколько шариков у Даши? Проще всего решить тем же способом, что мы решали предыдущие задачи. То есть взять кого-то из этих троих ребят в качестве эталона и всех под него подровнять. Вообще, тема, которой мы сегодня занимаемся, называется метод прокруста. Кто такой прокруст? Помните? Да, кто? Это герой, даже не герой, а злодей, который ловил людей и растягивал их. Ну, так уж растягивал их. А прокруст? Нет, прокруст это намного интереснее. Прокруст это вообще греческая легенда. Это очень древняя легенда, и она вовсе не о том, что он растягивал. Кто-нибудь знает поточнее, чем он занимался, этот самый прокруст? Господа, прокруст стремился к совершенству. Прокруст считал, что он сделал идеальной длины ложи, что он узнал правильный размер человека. Ну, логично, что правильного размера он считал какой-то свой размер. И каждого путника он клал на этот самый ложек. И что дальше было? Он растягивал или сушал. Правильно. Или отрезал. Ну, то, что нужно, да? Вот. В общем, понятно, что после этого человек вряд ли будет живой. Или растягивал. Ну, тоже, я думаю, что после этого живых не было, да? Вот. И что было потом? Что с ними делали? С борцом за идеальное человечество, да? Самому положению это броша. И что? Поскольку его ноги были очень длинные, ноги отрублены. Ну, вот насчет ног я не помню. Но, в общем, да, выяснилось, что он сам не удовлетворяет своим меркам. Вот. Понимаете? Это очень важная легенда. Заметьте, это вовсе не 10 лет назад придумано. И вовсе даже не 100. Это очень-очень древняя мысль. Что всегда, когда вы объявляете какой-то стандарт, когда вы объявляете, что вот хорошо быть вот таким, начинаете искать какого-то идеального человека, какой-то самый правильный способ, то заканчивается это всегда одинаково. Тем, что вы будете уничтожать все вокруг ради своего идеала. И, в общем, рано или поздно выяснится, что и вы сами тоже этому идеалу не соответствуете. Вот. Но, тем не менее, в математике это гораздо безобиднее. И мы никому ничего не повредим, если будем решать именно методом прокручивания. То есть надо все-таки кого-то из этих троих ребят объявить идеалом и всех остальных подравнять под него. Во времена Советского Союза был такой вариант легенды о прокрусти. Говорили, что где-то изобретена механическая штучка для стрижки волос. Устроено очень просто. Человек должен прийти в специальный шлем, засунуть голову, дальше там ножницы в большом количестве, и по специальной, например, нажать на кнопочку, заплатить денежку, и по специальной программе чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик и обстрибут. Вопрос. А как же быть с тем, что у кого-то там уши торчат, у кого-то там череп такой формы, у кого-то такой ответ? До первого раза. До первого раза. После первой стирки все лишние выступающие детали... Дашу, на самом деле, конечно, разумно взять Дашу. Почему? Потому что здесь в обоих случаях отсчет идет от нее. Можно было и любого другого, тогда просто чуть-чуть были другие вычисления. Хорошо. Дашу, что нужно сделать для Маши, чтобы у нее шариков стало столько же? У Даши? Вот смотрите, у Маши на два шарика меньше, чем у Даши. У Даши? Что? У Даши. Нет, прибавить. Прибавить кому? Даши. Нет, не Даши. К самому, когда Дашу отдельно. Нет, нет, нет. Я считал, что это в порядке предложения. У Маши на два шарика меньше, чем у Даши. Это сказано в условии задачи. Да? Надо отнять два. У кого? У Маши. У Даши. Бедная Маша. Ну и так мало. У Саши. Ты еще отнимите. А, прибавить два. Прибавить два. И что у нее тогда будет? От класса. После того, как вы подарите Маше два шарика, у нее будет столько же, сколько у Даши, господи. Вот давайте это напишем. Одиннадцать плюс два. Значит, Итак, Маше подарим. Два шарика. Отлично. Маше подарим два шарика. Дальше. Чисто. Что? Сколько у нас уже стало? Саша. Да, да, да. Саша, заберем один. Правильно. Пишем. Саша. Пусть отдаст. Только не Маше и не Даши, а отдаст нам. Один шарик. Отлично. Пишем. Тринадцать минус один. Сколько? Двенадцать. Двенадцать. И заметьте, к этому моменту у всех троих порно. Значит, какое действие, естественно, мы можем делать? Двенадцать делить. Кому четверть? Двенадцать делить. Двенадцать делить на три. Сколько получится? Двенадцать. Двенадцать делить на четыре. Отлично. Значит, мы узнали, сколько у Даши. У Даши четыре шарика. Итак, пишем. У Даши четыре шарика. Можем ли мы после этого посчитать, сколько у Маши и сколько у Саши? Да. Говори. Мы сначала к четырём прибавим один. К четырём прибавим один. И получится что? Саша. Не Саша, конечно. А. Количество шариков. Да. Хорошо. У Саши пять. Дальше. А. Один, два, четырё, два. Сумно. Совершенно верно. У Маши два. Ну, собственно, всё. Эта задача действительно нами решена. Получились ответы. Четыре, пять и два. Хотя, впрочем, в задаче спрашивалось, сколько шариков у Даши. Поэтому, правильный ответ, конечно, четыре шарика. Вообще, надо понимать, что каждый раз отвечать надо именно на вопрос задачи. Спрашивали, сколько шариков у Даши. Ответ. Четыре шарика. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.